Очень люблю сладкое, поэтому частенько готовлю всякие лакомства для себя и родных, согласитесь, что домашняя выпечка гораздо вкуснее покупной, расскажу, как приготовить чизкик со свежими ягодами. В этот раз использую ягоды черники, но можно и любые другие, например, клубнику, малину, вишню и прочие, основу для чизкика можно сделать самостоятельно, для простоты и удобства использовал покупное песочное печенье, после выпекания чизкик обязательно нужно охладить. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Печенье достаю из упаковки и разламываю на кусочки, затем помещаю его в блендер. 2. Измельчаю печенье до получения крошки, сливочное масло растапливаю в микроволновой печи. 3. Вливаю растопленное масло к крошке и перемешиваю до образования однородной консистенции. 4. Форму для выпекания застилаю фольгой, выкладываю песочную основу в форму и разравниваю, формирую небольшие края. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Чернику мою, большую часть измельчаю с помощью блендера и перетираю через сито, остальные ягоды оставляю целыми. Крахмал соединяю с 50 граммами сахара. 6. К перетертой чернике всыпаю смесь сахара и крахмала, перемешиваю. 7. Выкладываю ягодное пюре на песочную основу из печенья. 8. Отправляю в разогретый до 200-220 градусов духовой шкаф на 10-15 минут. 9. Творог перетираю через сито, чтобы получилась мягкая и воздушная консистенция. 10. В миску к перетертому творогу вбиваю яйца и всыпаю оставшийся сахарный песок, ваниль добавляю по вкусу, перемешиваю миксером. 11. Творожную массу перекладываю на испеченную форму с песочным печеньем и черничной прослойкой, выпекаю 50 минут на среднем уровне в разогретой до 160 градусов духовке, на ней ставлю противень с водой. 12. Достаю пирог, украшаю его цельными ягодами черники, отправляю после остывания в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки! Ингредиенты этого вкуснейшего блюда Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец. вверх, если нет, то палец вниз. До встречи на канале!